Микс Ньюз. Добрый день, уважаемые слушатели. Эта программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведаю я, Олег Пекай, мы встречаемся, говорим с певицей, поэтом, композитором Ириной Бугушевской у нас. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, можно просто Ирина. Ой, я, вот как завещал Киркоров, вечно нужно подходить к интервью со звездой подготовленным. Пересмотрел все ваши последние программы, интервью, мой герой, там пока все дома, наедине со всеми. И какие ведущие, там Татьяна Устинова, все вроде бы изучил, прослушал, зашел на сайт и вдруг ощутил себя, ну, действительно, Бугушевсковедом таким вот. И подумал, что вот ведь как Битлз преподают сейчас в университетах историю, наверняка ведь, ну, если представить себе Бугушевсковедение, был такой предмет, что нужно знать было бы главное, чтобы сдать экзамен на этом предмет? На чем бы вы могли бы засыпать, принимая экзамен у студентов? Ох, какой прекрасный вопрос. Вы знаете, Олег, я вот успела коротко рассказать, потому что мы встретились за полчаса до интервью, успела коротко рассказать, что я прошлым летом, в 19-м году, я вернула себе практически навык чтения длинных текстов, навык анализа больших массивов информации. Я когда-то закончила философский факультет МГУ, и все эти годы, что я работала артисткой на сцене, я очень скучала по такой деятельности, вот, и этим летом я начала читать книги по нейрофизиологии вдохновения. У меня была совершенно прикладная цель, это был не академический интерес, мне нужно было вытащить себя из того, что по-английски красиво называется writer's block, а по-русски это называется писательский затык или писательский ступор, когда ты перестаешь писать. Я проанализировала, что за 18-й год я написала две новых песни, это очень мало, и это на самом деле очень нестабильная и нехорошая ситуация, когда с тобой такое происходит, потому что если ты идентифицируешь себя как автора, а со мной это именно так, я не только артист-исполнитель, я сама пишу себе весь репертуар. Если происходит такая вещь, то это как бы крах твоего будущего, это очень страшно, и я начала читать литературу о том, каким образом справляться с такими состояниями, я узнала невероятно много о том, как устроена наша творческая железа или творческая мышца, скажем, в мозге. И почему я все это вспоминаю, потому что это все, я возвращаюсь к вашему вопросу, дефолт-система мозга, которая отвечает за творческие процессы, за создание вот этих вот сложных конструктов, будь то песня, стихи, я не знаю, симфония, сценарий или книга, она оперирует нарративами. Нарратив – это, ну, как бы, самый простой перевод – это повествование, но вообще говоря, это какой-то сгусток смыслов плюс контекст, в котором он разворачивается. Вот, допустим, вы расскажете о своей первой любви, не так, как мне, с которой вы познакомились только что, вы другу, своему близкому расскажете какую-то другую историю, да, с другими акцентами. И каждый из нас – это та история, которую он рассказывает о себе. Вот я сейчас уже вернулась как раз к вашему вопросу. И то, что нужно было бы знать про меня, наверное, то, что я, как Александр Вертинский, как, я не знаю, как Борис Гремещиков, являюсь автором всего репертуара, который я исполняю. Это, наверное, главное, что нужно было бы знать. Обстоятельства рождения, то, что я родилась в Москве, я там детство провела в Багдаде, школу закончила в Будапеште. Это не столь важно. Как важно может быть то, что действительно я училась на преподавателя истории и философии, но параллельно с наукой пришла в Театр МГУ и с тех пор получилось, что выбрала не науку, выбрала сцену, на которой исполняю свои песни, которые вытягиваю из себя, как нить того самого нарратива, нить повествования. Все мои песни – это такие капсулы, в которые упакован мой собственный опыт. Собственно, это главное. Но руки по штурвалу не тоскуют. То есть я же знаю, что у вас в конце ноября была встреча с выпускниками философского факультета МГУ. И, в принципе, вы выступили, я понимаю, что с лекцией-небольшим концертом на тему «Приручить Пегаса». Да, вы знаете, для меня это было совершенно грандиозно. Вот так сложилось. Понимаете, так бывает в жизни. Иногда в жизни бывают какие-то удивительные синхронности и совпадения. Когда я столкнулась с этим творческим ступором, начала искать способы из него выйти, начала читать эту литературу всю, значит, и неожиданно в почте обнаружила у себя приглашение от журнала «Психоложи». У нас есть журнал «Психология». Это франшиза известного, по-моему, французского журнала. И они пригласили меня спикером на свою ежегодную пресс-конференцию наряду, я не знаю, с Алексеем Петровичем Ситниковым, наряду с какими-то совершенно грандиозными людьми. И я тогда подумала, вот как удивительно, будем говорить, мир откликается на твой запрос. Мне есть о чём сказать. Я буду говорить про нейрофизиологию вдохновения и про вот эти вот разные концепции. И когда я потом прочла, вот я сделала этот доклад на этой конференции, написала об этом у себя в Фейсбуке, и мне пришло приглашение от нашего декана. И я, конечно, сказала сразу «нет». Как? Я думал сразу «да». Почему «нет»? Я сказала Владимир Васильевич Миронов, наш прекраснейший совершенно декан. Я сказала ему «нет, это просто невозможно, поймите, как бы одно дело научпоп-психология». На этом уровне я ещё тяну. Я, слушайте, я больше 25 лет вообще не занималась философией. Это же тоже мышцы, которые надо тренировать. Я не могу идти к нам на факультет, читать такую лекцию. Это надо делать на совершенно другом уровне. Он сказал «ничего-ничего». Научпоп – это тоже очень важно, студентам это тоже интересно. И, пожалуйста, значит, вот давай-давай, не бойся, не волнуйся. И мы действительно сделали такую интересную штуку. То есть сначала была 45 минут, вот это моя лекция, потом ответы на вопросы, и потом ещё 45 минут был концерт. И это какое-то эйфорическое состояние, когда ты… Ну, вообще, я вообще на концертах разговариваю. Я рассказываю какие-то вещи, истории создания песен. И тут ты рассказываешь тоже, как бы, конечно, через свою жизнь. Я не просто так, как бы, начинаю усыпать вот этими всеми данными про новейшие нейрофизиологические исследования. Я… У меня есть, как бы, моя точка зрения, призма, через которую я это пропускаю. И вот это было здорово, да. Это было замечательно. И я хочу это продолжать. А какие, если вот говорить с самого начала, с детства, какие, не знаю, книги оказали влияние? Ну, вот вы говорили, что в школе читали от скуки о пулее, там, под партой. Была такая история действительно очень смешная. Я пошла учиться в кружок литературоведения. Когда мне было 14, у нас было несколько подружек, мы поехали. Тогда это можно было сделать совершенно бесплатно. Было такое дополнительное образование любое во Дворце пионеров на Ленинских горах, опять же. Вот. И у нас там было… Эти занятия ввел аспирант МГУ. И он сказал, забудьте все, чему вас учили в школе дети. Значит, мы с вами будем разговаривать про вагантов, трубодуров, мини-зингеров, про древнегреческую лирику. Будем изучать, как устроены стихи. И вот, значит, в какой-то момент действительно мы, так сказать, проходили Апулея, Метаморфоза, Золотой осел. Я эту книгу читала. На уроке литературы меня действительно подняли с места. Значит, в тот момент, когда весь класс проходил Онегин, и, да, читал усердно Апулея, а Цицерона не читал. Вот. И Татьяна Сергеевна говорит, Гушевская, опять сидишь под партой, читаешь, что читаешь? Я достаю книжку, красную, помню, красная книжка с золотым тиснением. Я говорю, Апулея! И как она отреагировала? Слушайте, она, конечно, ей было со мной трудно. Она была парторгом школы. Парторгом школы. А я была девочкой, которая, ну, у меня родители на кухне, у нас на кухне обсуждалось все там, сам издат, вот это все, да, и как бы то есть вы рано стали сомневаться, потому что вот сейчас вышел вот фильм «Кролик Джоджо», где, ну, вот показано, что маленький мальчик, десятилетний, живущий в нацистской Германии, вот, страх мамы, которая в сопротивлении, а ее сын нацист, и она любит безумно сына, она понимает, что он в душе не нацист. Вот эта вот двойственность, вот когда вы начали вот ощущать, это вот двоемыслие, я не знаю, это двоемыслие, это точно тот термин ройловский, да, это оно. Ну, послушайте, на самом деле, ты начинаешь это ощущать достаточно рано, когда взрослые говорят тебе «только не говори об этом в школе». Ну, у тебя в школе пионерская организация, дружина, светлое будущее, вот этот весь моральный кодекс, счастливые люди, да, дома. Ну, папа же, понимаете, мой отец очень много ездил за границу, мои родители жили в Багдаде первые годы, когда вот я была маленькая. Да, это никакая не Европа, в Европу мы потом уехали, но тем не менее, как бы он ездил, он видел, и он знал, что вообще говоря, все устроено не так, как рассказывает советская пропаганда. И, конечно, это обсуждалось дома. И когда тебе говорят, только не говори об этом в школе, ты понимаешь, окей, значит, у нас есть как бы, ну, две системы, как бы одна для своих, и другая для внешнего мира, вот этого советского, да, ну, кроме того, я рано же, я очень книжная была, ребенок, я читала книжки, которые не входили в школьную программу. Так что, да, это было достаточно рано, и в 14 лет, я помню, я встала на каком-то комсомольском собрании, и, значит, меня понесло. Но закончилось-то это как раз-таки? Да, это закончилось тем, что меня избрали секретарем комитета школы, это был гениальный ход нашей старшей пионер-вожатой, которая сказала, раз Бугушевская такая умная, она так все критикует, значит, может, она знает, как надо сделать, давайте, ребята, кто за? И такой лес рукой, я обнаруживаю себя, значит, вот, секретарем комитета школы. Это был очень интересный опыт, и он мне очень много чего дал, и очень много в чем пригодился, прежде всего, в том, что я всю жизнь потом держалась от этой системы как можно дальше. Ну, и пригодился, когда вы поступали в МГУ, и когда вдруг потребовалось подписи райкома комсомола, как раз-таки, вот это был спасительный круг. Это был спасительный круг, да, правда. Я не знаю, насколько это интересно слушать. Ну, наверное, да, но я думаю, что для наших слушателей просто, может быть, это уже какие-то далекие вообще времена, которые кажутся чем-то... Им просто невозможно представить себе, как бы вот, допустим, моему поколению, как бы вот, моему младшему сыну 17. Он не понимает, почему для того, чтобы выехать к маме с папой в Будапешт, будучи студенткой университета, я должна была пройти бюро курса, бюро факультета, бюро, значит, такое, бюро СИКО. На 10 этаже МГУ у нас сидел Портком, и для того, чтобы выехать из советской страны, значит, к маме с папой в Будапешт, нужно было буквально сдать экзамен, и какой-то, значит, вот сидели эти скучные люди в серых костюмах, и какой-то дяденька сказал мне, ну вот вы пишете, что вы владеете английским языком, как расшифровывается НАТО? Я говорю, я не знаю, как расшифровывается НАТО, честно, у меня специальность в философии, я вам могу, мы можем поговорить о философии с вами на английском, но про НАТО я ничего не знаю, он говорит, очень плохо, вы едете представлять страну, я сказала, нет, я еду к маме с папой, черт возьми, я собираюсь сидеть с ними на кухне, понимаете, и не представлять там никакой страны, да, и они чуть не завернули меня, и людям, которые тоскуют по Советскому Союзу, да, я вот, например, ну, помимо этой истории есть еще множество других, Я хотел как раз, сказать, что ведь это, в принципе, сейчас, последние годы, вот есть еще ощущение, что создается, даже вот культивируется какое-то такое, ну, вот ностальгическое отношение к тем временам, которые вот создаются как прекрасная эпоха, которую мы потеряли. Олег, очень понятно, почему так происходит, ну, это большой, серьезный разговор о политике, об идеологии, о ценностях, которые, как бы, исповедуют сейчас, как бы, политические элиты России, да, они хотели бы действительно, может быть, они вообще говоря, сформировались там, и они считают до сих пор, что это единственное, как бы, возможное какое-то существование, они просто, у них нет другого опыта, я говорю вот о чем. И действительно, это навязывается, это культивируется, это какая-то не совсем такая здоровая, такая немножко воспаленная ностальгия. с этим можно бороться только одним образом, читать историю, читать science fiction, читать мемуары людей, которые сидели, понимать, как это все было устроено на самом деле, и разговаривать с людьми. Вот знаете, в 2014 году у нас, я потеряла многих своих друзей, например, Александра Скляра, с которым мы когда-то приезжали в Ригу с концертами, посвященными творчеству Вертинского. Мы были очень близки, мы вместе записывались, но мы просто перестали общаться, потому что, понятно, у нас какие-то тотально разные взгляды на то, ну, вообще говоря, на все, на политику. Но можно ли избежать вот этих разговоров, сохранив друзей, или это принципиально для вас, вот если человек, там, не знаю, условно, ну, Крым наш, то это, я вычеркиваю тебя, удаляю с друзей Фейсбука. Смотрите, есть люди, которые не, как сказать, не, у которых на голове шлем от скафандра непроницаемый, с которыми невозможно найти каких-то общих точек соприкосновения, да, которые находятся реально на другом полюсе и живут в каких-то своих мыслительных конструкциях, и если это начинает доминировать над человеческим, тогда такие связи, конечно, порвались, но есть люди, с которыми там есть мои однокурсники, любимые, с которыми я сказала, знаешь, мы не будем с тобой обсуждать политику, нет, просто вообще давай не заходить на эту территорию, если мы хотим остаться друзьями. И сейчас прошло пять лет, опыт показывает, что как бы крайностей много было со всех сторон, они были неправы, мы в чем-то были, может быть, неправы, и как бы вот когда ты сохраняешь этот человеческий контакт, можно дальше разговаривать. И для меня это важно, мне важно со всеми разговаривать, мне вообще кажется, что вот человек, на котором ответственность, а любой музыкант, артист, на нас есть определенная ответственность, люди к нам прислушиваются, мы должны быть на стороне тех сил, которые объединяют людей, и мы не можем подливать масло в огонь, мы просто не имеем права. Вот я считаю, что этого делать нельзя. У меня, вот раз уж все-таки вот я сижу с дипломированным философом, философский вопрос, вот когда все-таки мы говорим о том, что вот есть советское как бы прошлое, по которому ностальгируют, но ведь есть даже дореволюционную, если взять Россию, какое ощущение, что вот этот круг истории, он все время повторяется, то есть вот Сталин скопировал практически Российскую империю, потом уже вот в конце 40-х, начале 50-х до мелочей, там с погонами, с изгнанием этой революционной риторики, вот почему все-таки вот в России какой-то вот порочный есть круг, который вот проходит страна как вот оттепель-заморозки, оттепель-заморозки, вот из этого круга вот какого-то гражданское общество построить не удается никак. Знаете, мы несколько лет назад давали с моей пианисткой Светланой Мачаниной концерт на фестивале в Даугу в Пилсе. И мы ехали туда, наш прекрасный друг посадил нас на свой у него кемпер, и мы поехали на этом кемпере в Даугу в Пилс. Это было чудесное приключение, которое для меня стало какой-то невероятно яркой метафорой, потому что по дороге в Даугу в Пилс ты видишь, как одна ментальность сменяет другую, но вот на протяжении, не знаю, там сколько дороги, километров 200, не больше, да, те же самые поля, те же самые березки, тот же самый ландшафт, но сначала стоят аккуратненькие домики, потом попадается один кривой косой, потом аккуратный-аккуратный, три кривых, вот, и потом постепенно заборы начинают падать, шифер на крышах прохудился, и ты просто очень, это очень наглядно, я хочу сказать, да, как бы ты видишь, что не условия проживания определяют культурные коды и коды поведения, да, какие-то установки, грубо говоря, софта, которые мы наследуем, они и определяют, какой забор мы поставим, будет он ровненький, или он упадет, да, и будем мы его чинить или не будем мы его чинить, посадим мы цветочки, или нам будет наплевать на то, как выглядит фасад нашего дома. Одна и та же природа и абсолютно разные способы на ней существования. Вот мне кажется, что я не историк, об этом надо говорить с историками, но мне кажется, что существуют какие-то баги у нас в софте, и именно благодаря им воспроизводится то, что воспроизводится. Но я точно так же уверена, особенно теперь, когда год почти плотно занималась, читала исследования по нейрофизиологии, по нейропластичности, по направленной нейропластичности, я убеждена, что весь софт в нашей голове, практически весь, включая какие-то глубинные установки, можно переустанавливать. И если этим заняться, если, смотрите, человек, существо социальное, для нас наша социальная стая это самое важное, что есть. мы подчиняемся рамкам поведения, которые представляются нам вот как бы обязательными. И если эти рамки поведения меняются, поведение меняется тоже сразу. История со штрафами, моя любимая. 10 лет назад вы садились в Москве в такси, и вы никогда не пристегивались. И таксист, если вы пытались пристегнуться, говорил вам, у меня сломан ремень, или вы мне что не доверяете. И вот эти все, значит, озвучивал тексты. Я, поскольку была в серьезной аварии, я пристегивалась всегда. Потом ввели большие штрафы на протяжении двух или трех месяцев. Два или три месяца. И по мановению волшебной палочки все пристегиваются как зайчики. Возьмите грузинский пример. Вот что там сделал Саакашвили. Вот он взял и на протяжении, я не знаю, очень короткого промежутка времени перестроил рамку общественного сознания. И в стране стало не принято давать взятки. Исчезла страшная коррупция в ГИБДД, ну, в ГАИ. Как бы чудо? Нет! Нет! Человек – это социальное существо. Мы подчиняемся рамкам. Поменяешь рамку, поменяешь сознание. Вот, собственно, как бы мне кажется, вот это такой немножко мудреный и запутанный ответ на вопрос, почему все так, как есть. Потому что существуют определенные культурные коды, которые нужно поменять, если мы хотим стать более здоровой нацией. Мне так кажется. Мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим разговор. Ирина Багушевская сегодня в нашей студии. Микс Ньюс. Ирина Багушевская сегодня в нашей программе встретились, поговорили. 12 марта в концертном зале Дворца культуры ВЭФ состоится концерт. И я вот хочу спросить, с каким чувством вы возвращаетесь в Латвию, учитывая, что дом конгрессов, который напротив нашей радиостанции связан, может быть, не самые лучшие воспоминания, но тяжелые концерты. Нет, они все равно прекрасные. Я имею в виду, что, ну, вот голос, тяжелое было заболевание с голосом. И вот насколько Латвия остается ли тем местом, куда вы возвращаетесь с радостью? У меня вообще есть странное чувство, что Латвия, что я с этим местом и этими людьми связана очень глубинными какими-то силовыми линиями, потому что когда я училась в университете, я рассказывала много раз это здесь. Моей любимой, самой близкой подругой была латышка Сигна Баумана. И я каждое лето, поскольку она жила в моей квартире в Москве, значит, все время, пока мы учились в университете, и я летом приезжала к ней, и мы ездили на велосипедах по всей Латвии, и она таскала меня в Ригу на концерты скандиньеков, где она пела, поэтому я знаю песни на латышском, и для меня вообще-то такая очень близкая и родная культура. А потом вот с этих концертов, посвященных Вертинскому, и, кстати, я собираюсь тоже Вертинского попеть в марте, потому что его песни вообще не устарели ни разу, началась моя новая эпоха как бы моей латвийской жизни, здесь уже по другую сторону, это не Тукумс, это Ветцаки, где живут мои близкие друзья, и это такое мое место силы, и я каждый раз приезжаю себе сюда, и сейчас я приехала сюда фактически, чтобы перезагрузиться и вот напитаться энергией и этой дружбы, этой любви с этими прекрасными людьми, ну и вообще вот этой чудесной природой, которая мне почему-то очень подходит, то есть никакие вот эти эпизоды, действительно был в 2009 году эпизод, когда на сцене Дома Конгрессов, когда у нас было 1200 человек в зале, у меня отказали связки, но это было не из-за Латвии, это было из-за того, что я всю осень перед этим весь сезон работала больная, из-за того, что у меня умер папа перед вот этой поездкой, и я не хотела никого подводить, ничего не хотела отменять, но просто, ну понимаете, организм не прощает такие вещи, Латвия здесь вообще не виновата, так совпало, и я очень люблю латышскую публику, это очень особенные, особенно очень чуткие люди, которые вот очень впитывают и очень много отдают тебе в ответ, если ты все делаешь хорошо и правильно, я стараюсь все делать прям вот на 100% всегда, вот этот проект у нас был с паусом, который мы несколько лет здесь делали и показывали, и это интереснейший опыт, вот, но сейчас я хочу все-таки вернуться, ну как бы с сольным концертом большой, с сольной программой, плюс она будет акустическая, мы приезжаем без барабанной установки, мы хотим, чтобы было слышно все слова, для меня это очень важно, и мы эту программу сейчас обкатали, осенью мы ее показали, премьеры в разных городах в России, и я хочу сказать, что у нас совершенно другая отдача от этих концертов, это гораздо более какое-то точное воздействие, и это возможность выстроить такое, ну как бы энергетическое взаимодействие с залом, когда ты просто реально прям вот улетаешь, и да, у нас изменились отзывы о концертах, раньше говорили вот, там, хрустальный голос, там, вот это все, это было все очень приятно, но сейчас говорят, что после концерта ощущение наполненности энергии и силы, это значит, мы все делаем правильно, вот. Почему барды такие злые, вот не принимали вас в свои ряды, и вообще считаете, вот можно ли с философской точки зрения вот разложить музыку по полочкам, вот эстрада на одну полочку, рок на другую, потому что ваше имя и в рок-энциклопедии, рок советского, российского рока присутствует. Смотрите, это одно из фундаментальных свойств человеческого мозга, атрибутировать что-то непонятное, потому что пока есть что-то такое неизвестное, оно там мерцает, оно маячит, нас это раздражает и тревожит, наш мозг устроен так, что он экономит силы, он хочет действовать в понятной среде, поэтому как бы навесить ярлык и поставить пузырек на полочку это святое просто, понимаете, и со мной все просто, я в ответ на вопрос в каком жанре вы работаете всегда спрашиваю в каком жанре работал Вертинский? Нет, вот в каком, Олег, скажите. Опять-таки, это авторская авторская песня, я не знаю, как это можно назвать еще, потому что человек вот сам сочинял, сам пел, исполнял. Но авторская песня все-таки имеет определенные коннотации, да, мы представляем себе при слове авторская песня, как хотите, да, у меня вот как бы сразу встали лыжи на печку, хотя это нельзя, ну, они не должны там стоять, они все покривятся, неважно, мы представляем себе гитару, верно, костер, людей в штормовках, это как бы, ну, определенный жанр с определенными тоже канонами, я из него выламываюсь, именно поэтому меня и освистывали барды, что аккордов было гораздо больше, чем в туристических песнях, и я бы не сказала, что Вертинский это авторская песня, нет, она авторская, но не бардовская, точно совершенно, и это может быть шансон, да, но я бы сказала, что он работает в жанре Александр Вертинский, мы слышим это, мы понимаем, о чем речь, у нас возникает образ артиста, точно так же, Борис Гребенщиков, вот в ответ на то, в каком жанре работает Борис Гребенщиков, я обычно пою несколько строчек, Анютины глазки до Божьей коровки нас не узнают, мы придем в обновках, в новых одеждах, с новыми глазами, они спросят, кто вы, догадайтесь сами, ну какой это рок, нет, да, это Борис Гребенщиков, вот мне хотелось бы, чтобы, когда говорят Ирина Богушевская, люди говорили бы, да, мы знаем, это жанр Богушевская, да. Пастернак сказал вот о своей первой книге, что эта книга была ему дана, вот, вы тоже часто упоминали о том, что, ну вот, сам процесс создания песен, он какой-то мистический. Вот, мы сейчас заходим на эту территорию, нейрофизиологии, вдохновения, действительно, это правда так, все свои лучшие вещи, я написала, словно бы, получив прямо в голову имейл с архивированными файлами, реально, ты получаешь, как бы, картинку, образ, обрывок мелодии, обрывок текста, и дальше ты занимаешься распаковкой этих пакетов, тебе нужно двое-трое суток, вот, непрерывные работы, чтобы выгрузить это все. И это та самая, как бы, концепция мифологическая, есть источник вдохновения, есть автор, между ним и источником вдохновения есть какая-то труба, извините, по которой строится поток вдохновения, есть музыка, которая может перекрыть в волшебный вентиль и перекрывает его, и тогда ты сидишь и ничего не происходит, и вот наступает эта страшная тишина. И я выяснила очень многое, я выяснила, что на самом деле творческий процесс все-таки происходит у нас в мозге, он не, как это сказать, есть несколько подсистем мозга, которые отвечают за него, и если правильно, если знать об этом, можно организовать свой творческий процесс так, чтобы твой критик внутренний никогда не убивал твоего творца, и чтобы твой внутренний исследователь подкидывал для него значит, вот дров вот в этот костер, который пылает под этим тиглем вот в этой лаборатории прекрасной алхимической, творческой. Сейчас я пришла к тому, что все-таки действительно остается мистический компонент во вдохновении и в творчестве, несмотря на то, что нейрофизиологи уже положили сотни людей в томографы и все там посмотрели, увидели, какие участки мозга пылают, когда человек пишет, все уже знают, уже все описали, уже даже мы знаем, как прокачивать эту мышцу творческую, мы одного не знаем, откуда попадает вот это зерно вдохновения к нам в голову. Действительно похоже, что существует вот это, знаете, как какой-то всемирный божественный вай-фай, какое-то поле идей, платоновские эйдосы, которые мы ловим действительно из какого-то эфира, из воздуха, и дальше они попадают вот как бы в этот алхимический котел, где и варятся. То есть, да, мы как бы горизонталь вот этого творческого процесса, загрузка данных, дальше вот эта скрытая стадия, дальше выгрузка, мы уже можем посмотреть в томографах. Но все равно остается, да, вот это какое-то дополнительное измерение, поэтому все очень интересно. Но это до тех пор, пока, знаете, мы не, пока у науки нет никаких точных инструментов, чтобы туда залезть и посмотреть, откуда оно к тебе в голову, каким воздухом тебе это надуло, да. Ведь мы несколько тысяч лет за древними греками повторяли про Пегаса и Музу, да, пока не было томографов. Пол Маккартни, тот же, те же ребята из Абы, вот те люди, которые создавали какие-то совершенно фантастические мелодии, ведь в какой-то момент тоже, вот как будто бы кто-то перекрыл этот краник и вот стоило развестись со своими девушками и бросить, их группа распадается и, ну что, вот практически, ну, One Night in Bangkok как в мюзикле Chess, можно по пальцам пересчитать какие-то песни, которым были причастны Бьерн Ульвиус и Бенни Андерсен, которые вот каждый год выдавали там 20, чуть ли не 30 песен. Существует куча причин у этого творческого затыка, правда. Мы не знаем, может быть, как бы расставание с девушками вызвало у них обоих депрессию. Депрессия – это антипродуктивное состояние. Почему я не верю пресс-релизам Билли Айлиш? Почему? Знаете, Билли Айлиш, да? Да, конечно, да. Сонграйтер номер один, да, Бэтгай. И вообще вот это все. Тогда она только появилась, мы с сыном полезли на Apple Music и прочли там, что Билли Айлиш всю свою жизнь борется с тяжелой депрессией и как бы все ее песни есть средства борьбы с ней. Мой сын, значит, который не понаслышке знаком был с этой темой, сказал, отличные взрослые дяди ей все это придумали, круто придумали, подростки как бы поведутся, но вообще, когда у тебя депрессия, ты лежишь носом к стенке и ты ничего не хочешь и ты ничего не можешь. Это состояние реально тупиковое, ты истощен, у тебя нет ресурса, это как сидеть за рулем в машине, у которой, знаете, абсолютно черные, непрозрачные стекла, не работает навигатор, нет бензина в баке и поломана ходовая, ты не можешь ничего делать в тяжелой, ну как бы в острой клинической депрессии. Это медицинский диагноз, это лечится медикаментами. Если у них была тяжелая депрессия, вот эта вот прекрасная дефолт-система мозга, она глохнет, она вымораживается, и надо разбираться с причинами депрессии и возвращать в себе это здоровое, продуктивное состояние. Творчество – это удел здоровых людей, как ни странно. А как же говорят, что несчастная любовь, которая всегда является мотором, там поэт начинает писать стихи, художник рисует картины, вот именно от несчастной любви? Смотрите, несчастная любовь разогревает наши эмоции, и наши эмоции – это действительно топливо, но влюбленность и эмоциональный шторм и депрессия – это разные стороны, это два разных полюса, понимаете? Как бы, когда ты весь пылаешь и ты несчастен, ты пишешь невероятно легко, потому что под твоим волшебным тиглем горит огромный, огромный просто огонь, и все выгружается само собой, мы действительно, как бы, вот те, кто пишет, мы знаем, что это так и происходит. Вот. Депрессия – это никакого огня нет. То есть депрессия – это уже как бы, вот ты был влюблен, может быть, значит, ничего не вышло, ты погоревал, погоревал, и понял, что жизнь бессмысленна, и пошел умирать. Это градуированный процесс, да, как бы пройдет несколько стадий, и как бы, еще раз говорю, это разные просто, как сказать, полюса одной и той же шкалы. Депрессия – это много энергии, депрессия. Депрессия – это малая энергия, влюбленность – это много-много энергии. А скажите, вот этот жизненный опыт удается передать, вот ведь всегда мы, родители, жалуемся, что вот когда ты начинаешь понимать, что такое жизнь, ты хочешь, вот все, теперь я смогу это точно рассказать своим детям, и натыкаешься на то, что они все равно не верят, должны пройти через все те же самые ошибки, что и родители. С родителями все еще хуже, чем с какими-то людьми, которые обладают опытом. Мне кажется, что то, что мы родители, и кронируют наших детей как раз от нашего опыта, они не хотят наш опыт, и это нормально, иначе не было бы никакого развития, понимаете, мы бы клонировали себе подобных, да? Вот еще один Олег, который хочет быть историком, еще одна Ирина, которая хочет изучать философию и писать песни. Вот зачем это надо? Нет, пускай они будут совсем другие, пускай они пройдут свой собственный путь, пускай мы просто будем рядом с ними тогда, когда мы им нужны. Есть такое прекрасное английское выражение I'll be there for you. Я буду там для тебя. Вот когда я буду тебе нужен, вот он весь я, смотри, вот твоя любовь, как бы опора, поддержка, как бы все это мое, оно все твое, да? Но надо дать ему идти свободно, это очень тяжелое, это тяжелое искусство. Мне вчера как раз физиотерапевт, который я вот приезжаю в Ригу, совершенно уникальная, Аня-то, дала мне большой втык за моего сына и сказала, что тебе нужно искать баланс, тебе надо искать равновесие в твоей жизни, и тогда ты сможешь с ним выстроить нормальные отношения. И я сказала, наверное, Аня-то в этот раз я прилетела в Ригу, чтобы это услышать, спасибо. Это было больно и неприятно слышать, но это очень важно. А насколько совпадают ваши музыкальные вкусы? Вот вы упомянули Билли Айлиш, вот насколько вы открыты новой музыке, какую музыку вы слушаете, какими восхищаетесь мелодиями? Ну, я слушаю много всякой разной музыки, и смотрите, как бы, когда у тебя есть соцсети, на тебя сыплется изобилие нового всего постоянно. Билли Айлиш чем прекрасно, помимо того, что они замечательно с Финиасом работают со звуком и аранжировками, ведь она работает в этой матрице как бы сонграйтинга. Вот, кстати говоря, вот, вот кто я. Вот Джонни Митчелл, вот Леонард Коэн, вот у нас Вертинский, вот Гребенщиков, всех этих людей можно назвать словом сонграйтер. Стинг, кстати говоря, себя называет именно сонграйтером. И, кстати, у него есть на Теде потрясающая лекция про то, как он словил творческий ступор, как он был в нем долго, и как он из него вышел. Посмотрите, это безумно интересно, просто Стинг признался, что вот с ним это тоже случалось. Сонграйтеры, вот, и Билли Айлиш, сонграйтер, безусловно, она работает в матрице, в лекалах мелодии и текста, который, да, окей, носит какую-то служебную функцию, но у нее в песнях есть мелодия, которую мы можем напеть. Это не только сложноорганизованные ритмические структуры, как у группы Термейтс, допустим, вот, яркая, красивая, интересная, современная музыка, ни одной мелодии не могу напеть, но слушаю с удовольствием, да, много драйва, много энергии, много мыслей музыкальной, ни одной мелодии. А вот «Прато-Ветро», допустим, вот ты сказал «Прато-Ветро», и у тебя десяток песен раз, и развернулся в голове, потому что Кауперс, сонграйтер, он, значит, он работает вот с мелодией. Конечно, мне нравятся песни, в которых есть мелодия, да, вот, но мне также нравится, вот, я не знаю, «Ариана Гранде», это R&B, и там есть тоже достаточно просто песни, как бы, просто вот ритмичные песни. Хотя она не пишет, она не пишет, ну, она соавтор, может быть. Она соавтор, да, вот, но есть, допустим, там, «God is a woman», и ты можешь это петь, да, мне вот важна такая музыка, мне это интересно, и сейчас очень много интересного происходит. Вот вы упомянули соцсети, насколько они дают возможность музыкантам сейчас, ну, более спокойно выстраивать отношения со своей аудиторией, находить эту аудиторию, потому что раньше было много музыкальные лейблы, необходимость, ну, подстраиваться, может быть, под формат радиостанции, условно говоря, для того, чтобы твою песню взяли на радио. Ну, смотрите, соцсети – это очень хорошо, с одной стороны, потому что у тебя есть сразу прямой контакт с твоей аудиторией, и соцсети – это опасно, потому что такого прямого контакта множество кругом, и он и есть вообще у всех. И если раньше как бы вот эти какие-то фильтры там радио, эфиров, вот этого всего, да, чтобы попасть к аудитории, должен был через них просочиться, и если ты сочился там через радио, значит, ну, ты кто-то, тебя стоит слушать. Сейчас я открываю Инстаграм, на меня падает одновременно там, может быть, пять новых клипов новых исполнителей, да, или там тех, тех, кого я подписан, тех, кого они перепостили, не говоря уже там про Фейсбук, да, и понятно, что ресурс времени ограничен, поэтому с одной стороны, вроде бы, да, есть прямой доступ, и вот все как ломанутся, да, а с другой стороны, внимание размазано очень тонкой пленочкой сейчас у людей, потому что это самый дорогой ресурс, вообще говоря, который у нас сейчас есть, внимание. и когда у тебя, грубо говоря, 10 исполнителей в день или тысячи исполнителей в день, которых ты можешь послушать, что происходит? Легче потеряться. Огромный массив информации, и в нем легче потеряться. поэтому ты должен понять, чем ты можешь зацепить людей, и вот те, тот молодняк, за которым я наблюдаю, как бы все равно выстреливают те, кому есть что сказать. Вот если там есть контент, живая мысль, плюс истории, вот тогда это все работает, плюс музыка. Ой, столько еще вопросов, а у нас так вот завершилось внезапно время. Да, все, вот час прошел, вот мы заговорились. Ничего не успели сказать. 12 марта приходите все в концертный Дом культуры ВЭВ, концерт Ирины Бугашевской. Спасибо большое за то, что нашли время прийти к нам в студию. Да. Спасибо за прекрасную беседу. Счастливо. Счастливо. Счастливо.